С нового учебного года школьники будут сдавать нормы физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». ГТО – это дополнительный час для занятий физкультуры и патриотическим воспитанием. В Ирятский лице-интернат номер один, как образец подготовки к ГТО, еще с прошлого года перешел к этим нормативам. Дополнительное образование у нас очень хорошо развито. У нас очень много секций дополнительных. Там дети усердно занимаются у нас, если перечислить, то баскетбол проводится, волейбол проводится, теннис проводится, бокс у нас есть, вольная борьба есть. И все, вот это есть, конечно, АФУП. Министр на личном примере показал, как сдавать нормы ГТО. Девять, десять, одиннадцать, девятнадцать, тринадцать, четырнадцать. Так, ребята, понятно вам? Популярный норматив советских лет сегодня можно внедрить не во всех школах. Только в Бурятии около девяносто образовательных учреждений не имеют спортзалы. Для решения вопроса будут выделяться средства, заверил федеральный министр и объяснил, каким образом зачтется норматив. Это не будет единый государственный экзамен по физкультуре, об этом речи не идет. Это будет система портфолио, когда учитываются внеучебные достижения, в том числе и в спорте. И определенный балл добавляется потом к баллу, который Бетуринск получил в результате единого государственного экзамена. Средства будут выделяться и на строительство новых школ. В этом году будет завершена паспортизация состояния зданий всех образовательных учреждений. Нам, безусловно, нужно строить новые школы сейчас. Это и взамен устаревших, и вообще новые школы. Это же большая радость выполнять эту миссию, когда школ просто физически не хватает. Это говорит о том, что люди все-таки очень верят в стабильность, в долгоплановом таком режиме. И сегодня появляется все больше детишек на свет. И, конечно же, мы с удовольствием эту программу исполним. Министр образования встретился с научной общественностью. Дмитрий Ливанов отметил, что высоко оценивает потенциал республики и будет всячески поддерживать все начинания. Но однозначного ответа о переводе центрального стадиона в ведении БГУ так и не поступило. Мы еще некоторое время взяли на анализ этой ситуации. Но в целом я считаю, что это послужит и усилению позиции университета, и его развитию, и повышению его конкурентоспособности среди абитуриентов. После встречи ректор облачил министра мантией почетного профессора БГУ. В физкультурно-спортивном комплексе во время показательных выступлений Республиканских федераций УШУ и Тэквондо министр познакомился со спортивными достижениями бурятских школьников. Результаты своей деятельности представили и детские центры дополнительного образования, которые развивают множество экспериментальных направлений. Сергей Соголов, Алевтина Шаракшане, Даржичий Допов. Новости дня.